10 ежедневных привычек, которые сделают вас привлекательнее. Поехали! Привычка номер один, чтобы быть привлекательнее. Сделайте так, чтобы люди вокруг вас ощущали важность. И вот ключ, друзья. Это должны быть настоящие взаимоотношения, над которыми вы работаете. То есть, если вы реально хотите познакомиться и сдружиться с людьми из кафешки, или бары, куда вы часто ходите, в местах, куда вы ходите снова и снова, узнаете имена людей. Ведь вам необходимо, чтобы эти люди начинали узнавать вас, потому что это социальная значимость. Все остальные в этом месте будут думать, кто этот парень. Они будут думать, «О, он знает каждого по имени». Социальная значимость – это когда люди вокруг вас ручаются за то, что вы хороший парень. И люди находят людей с этой характеристикой более привлекательными. Вторая привычка, которая сделает вас привлекательнее – занятие спортом, господа. Ежедневные занятия спортом. Ну, самое очевидное, ваше тело со временем станет лучше выглядеть. Да, это сделает вас привлекательнее, но моментальный бонус – это вы чувствуете себя более уверенным. Почему? Потому что вы идете по жизни верным курсам. Затем появляется дополнительный бонус – это дополнительная энергия, которую вы получаете. Ежедневная привычка номер три – ухаживайте за вашими зубами. Я хочу вас спросить, как вы чистите ваши зубы? Убедитесь, что вы делаете это правильно. Если вы не знаете, как это делать и не хотите заморачиваться, то просто купите себе хорошую электрическую щетку. Забавно, как некоторые мужчины тратят 50 тысяч на машину, но не хотят потратить чуть больше денег, чтобы купить себе хорошую щетку, которая подарит им красивую улыбку и сможет открывать двери сотням возможностей. Ежедневная привычка номер четыре – это лучше питаться. Звучит очень просто. Давайте я поделюсь с вами своими семью правилами. Сперва, просто начните. Найдите свою диету. Я не знаю, будет ли это вегетарианство, или вы станете веганом или мясоедом, но найдите то, что соответствует вашему стилю жизни. Далее, взвешивайте, что вы едите. Я не имею в виду, что вам надо ставить еду на весы или фотографировать, но постарайтесь документировать этот процесс, чтобы понимать, если это приносит результаты. Третье правило – прекратите есть все, что поступает к вам через окно машины. Четвертое – начните готовить себе сами. Пятое – покупайте продукты на базаре. Вам необходимо покупать ту еду, которая испортится, если ее не приготовить. Шестое – читай состав продуктов. Если ты не знаешь что это и не можешь это даже прочитать, не клади это в рот. Седьмое – пейте больше воды. Я знаю, что это очень простые советы. Суть в том, что нет смысла усложнять. Главное – это просто начать. Ежедневная привычка номер пять – отдыхайте. У вас появляются мешки под глазами. Уровень энергии падает. Вы начнете зевать перед людьми, а это непривлекательно. Другой плюс от того, чтобы высыпаться, вы будете чувствовать себя более расслабленным. Исследования показали, что женщинам нравятся более расслабленные мужчины, чем те, которые напряжены. Итак, следующая привычка – это что-то между искусством и наукой, и придется работать над этим. Мы говорим об улыбке и контакте глазами. Это зависит от вашей культуры, также кто вы – мужчина или женщина. Но необходимо сфокусироваться на практике и понять, что лучше для вас работает. Ну что ж, какое руководство я могу вам дать по наложиванию контакта взглядом и улыбки? Если речь идет о контакте между мужчиной и женщиной, то мужчины тут берут лидерство в свои руки. Они начинают и инициируют контакт глазами. Пункт номер два – женщины также проверяют людей, как и мужчины, только их периферическое зрение гораздо лучше. Мужчины, с другой стороны, лучше фокусируются на цели. Пункт номер три – женщины, особенно красивые, ловят огромное количество взглядов, в сравнении с тем, сколько они посылают взглядов. Хорошо, когда мы прошлись по основам контакта взглядом, улыбки и соблазнения, вы можете начать все комбинировать и вкладывать смысл в то, что вы хотите этим сказать. Вон та дама – вы находитесь в ее поле зрения и пробуйте с ней наладить контакт. Но она не идет на контакт глазами. Возможно, она просто не заинтересована. Давайте обсудим миную ситуацию. Вот эта женщина. Она развернула свою голову, чтобы посмотреть на вас. И вы сделали с ней контакт взглядом три раза. По одной или полторы секунды. Ясно, что она хочет, чтобы вы подошли к ней. Особенно, если она улыбалась каждый раз, когда смотрела. Господа, хочу пояснить, что эта привычка, которую вы будете отрабатывать, она зависит от ситуации, от вас, от вашей культуры. Но когда вы ее освоите, то у вас будет сильный инструмент в арсенале. Итак, следующая привычка – потребовать немного смелости, друзья. Необходимо закрыть дверь в прошлое. Многие из вас зависли на прошлых отношениях, на бывших, которые растоптали ваше сердце, и вы попали в прострацию, и страх снова полюбить. Это непривлекательно, и люди чувствуют это. Особенно, когда вы начинаете говорить о ваших бывших девушках в первый же день. Я не призываю забыть обо всем, что случилось и откуда вы родом. Нет. Я говорю, что надо быть открытым будущему и возможностям, которые оно несет. Ежедневная привычка номер восемь – маршируйте, господа, под ваш собственный ритм. Стучите в этот барабан, найдите то, что для вас подходит наилучшим образом и найдите смелость быть собой. Это будет посылать сигнал людям, что у вас что-то есть, что-то уникальное. Да, конечно, поймите, что некоторым людям это совсем не будет нравиться. Но те, которые ищут сильных личностей, они будут сразу очарованы тем, кто может выйти из системы и быть собой. Следующая ежедневная привычка – сделайте себе плечи, господа. Я уже много раз говорил о спортивных пиджаках. Это излечит рак. Нет, это не так. Но я уже говорил о плюсах для мужчин, просто сделав себе плечи. Я на днях прочитал исследование, что мужчины, которые носили футболку с буквой «Т», были на 12% привлекательней. Почему? Потому что буква «Т» создавала оптическую иллюзию для плеч и груди. Делала их более четкими. Например, если вы наденете рубашку, которая имеет просто два кармана на груди. Просто начните носить более кэжуал рубашки вместо футболок. Итак, следующая привычка. Она не только сделает вас привлекательнее, она сделает вас неотразимым. Особенно для успешных людей. Это давать больше, чем вы берете. Очень мало кто так делает. Обычно эти люди выходят и делают больше. Они командные игроки. Я не говорю о тех, кто стелится перед группой. Я говорю о тех людях, которые встают и могут пройти больше, чтобы достичь результата. А тех, которые дают больше, чем берут. Вы можете заметить это в людях, которые хотят вам дать больше. Они могут хотеть быть рядом с вами. И следующая привычка – это следить за вашей кожей на лице. Теперь ваша очередь писать в комментариях. Есть ли что-то, что я упустил в этом видео? Субтитры сделал DimaTorzok